Лежу я на кровати, девочки, и слушаю вот это пение птиц. Я просыпаюсь потихонечку от того, что они тут перекликиваются во дворе. Так классно. Как в лесу. Я чувствую себя как в лесу. Смотрите сколько пуха на дереве у нас уже. Я наверно обнаружила себя. Покажу вам поближе. Видите, какие грозди висят. Обалдеть. Вообще, да? Вообще птичек слушать, конечно, это класс. Это просто благодать. Деревьев много. Они где-то тут у деревьев сидят. Не знаю, слышно хорошо вам или нет. Класс вообще. Вышла, девочки, с утра пораньше. Решила пройтись в магазин, пока не наступила жара. Сейчас полдесятого утра. На улице уже плюс двадцать шесть. А днем будет тридцать три. И я в такую жару не люблю выходить. А кстати говоря, ночью было плюс двадцать. Я спала с открытым окном под одной простынкой. Ни разу не замерзла. И вот сейчас вышла, видите, с коротким рукавом. На улице комнатная температура. Прекрасно. Вот. Так что взяла очки на всякий случай. Но ветра сильного нет, поэтому пух летит, но не очень сильно. В общем, короче говоря, решила теперь... Пока такая жара. Надо ж в магазин пораньше выйти, потому что по духоте уже, по петлу никуда я не пойду. Буду сидеть дома под сплитом. Кстати говоря, сплит я уже вчера включала. Позавчера немножко. А вчера целый день я его периодически включала. Потому что душно в комнате, жарко. У меня уже плюс двадцать семь сейчас в комнате. И это жарко. Ну, пока утром чуть-чуть еще какой-то сквознячок. А сейчас уже как бы приду и включу. Хочу сходить, заскочить. Я в фикс прайс. Там кое-что взять по списку. Долго не буду. Там телепаться. Решила ничего лишнего не брать. Денежки надо поэкономить. Возьму только то, что мне нужно. Ну, посмотрю так. Если что-то новенькое появилось, может покажу. В мясной зайти, в пятерочку. Варечек. В общем, разные. В разных точках я покупаю разные продукты. В общем, короче говоря, идемте. Ну, в общем, как у нас уже народ одет? Одет по-легкому, по-летнему. В шортиках, в шлепанцах. Все с коротким рукавом. Потому что жара. Потому что жара. Видите, у нас вот так вот прохладно-прохладно. Потом резко раз жара. Ну, обычно она начинается раньше. Еще в мае. В этом году подзадержалась. Ну, у нас завтра будет уже 1 июня. И можно сказать, лето уже наступило. И все. Так, с чего начнем? Начнем с самого дальнего магазина. Пойдем в мясной. Кстати говоря, почитала комментарии, девочки. Там, где я выложила Настину выпускной. Спасибо за добрые комментарии. Поддерживающие. Насте обязательно передам. Получается. Вот. Так что, очень приятно получать доброжелательные комментарии. С удовольствием читаю. И у меня наступает мир в душе. Вот. Так. Ладно, пойдемте. Так. В мясном я взяла ребрышки. И все. Больше я там ничего не брала. Что тут новенького? В общем-то, честно говоря, я особо тут ходить не хочу. Это что такое? Маска для глаз. Прикольная какая. С такими вот... Гель. Гель, наверное. Классно. Так. Ладно, погнали, девчата, дальше. В общем-то, мне по сути нужно. Мне нужно, нужно. Что? Что тут хорошего? Я так-то особо... Ничего такого тут мне не нужно. Так. Кто-то написал мне в комментариях, что у нас хороший фикс прайс. Есть разнообразие. Ну, разнообразие на самом деле здесь очень большое, конечно, это да. Но возле некоторых вообще колок я и не останавливаюсь. Вот пока у меня еще есть вот эти все средства там для лица, для волос. Еще от фикс прайса, вернее от фикс прайса, вернее от фаберлик осталось. Поэтому я тут ничего не беру. О, дискрет появился. О, дискрет появился. Ничего себе классно. Его долго очень не было. Но он подорожал. 149 стоит 40 штук. Но это лучше, чем то, что я взяла в последний раз. Ола, по-моему, брала. Сейчас я возьму. Так, дискрет я взяла одну упаковку. Мне кажется, они все-таки дороговато стали стоить. Так, вот эти салфетки, они еще не подорожали. Я их все время ищу. Их вечно куда-нибудь как упрячут. 230 штук. 99 рублей. Ну, это нормальная цена. Решила взять, попробовать гель для стирки. Вот это для цветного белья. Аромат лаванды после стирки. Литр 1,4. Температура разная. В общем, короче говоря, пахнет цветочками. Цена 99. Вроде нормальная. В общем, возьму, буду пробовать. Так, моя любимая каша. 7,80. Так она и стоит. Вот это яблоко абрикос. Это яблоко изюм. И что еще? Тоже абрикос. Ну, возьму немножко. Вот, а это что такое интересное? Написана губка. Металлические губки с мылом. 8 штук. Да, действительно, металлическая. Еще и с мылом. Прикольно. Но мне это не нужно. 7,9 рублей. Мне это не надо. Покажу, что меня заинтересовало. Тряпки для уборки. Три штуки. И они тут, я смотрю, разные. Там для стекол. Они разные на ощупь. Вот это вот для стекол, я чувствую. Вот это вот. Ну, это тоже для стекол написано. В общем, короче, прикольно. 99 рублей стоит. У меня тряпок сейчас хватает. Я брать не буду пока. Щетка силиконовая. У меня такая для умывания есть. Интересное дело. Что это? Насадка на кран. Это такой разбрызгиватель. Тоже интересное дело. Цейника нет. Щетка для уборки двухсторонняя. Я таких щеток еще не видела. С одной стороны губка. А с другой вот это вот резиновая такая штука. Такие вот и окна мыть удобно. Ну, и какие-то, может быть, такие вот ровные поверхности. Прикольно. Прикольно. А вот такой вот набор для уборки. Тут разные губки. И еще две металлические есть. Тоже вот разные поверхности мыть. Может быть, разную посуду. Тоже прикольная вещь. Ну, и подешевле есть наборчик. Четыре штуки. Две губки такие, две металлические. Прикольно. Пятьдесят девять рублей. Тоже недорого. Ну, и вот еще набор для уборки. Есть такие губки. Жестковатые пять штук, да? Вот эти вот. Набор хозяйки. Там тоже просто салфетка. Металлическая губка. Для кухни набор. Так, а вот из продуктов, смотрю, рис обычный. Это краснодарский рис. Семьдесят девять рублей килограмм. Не знаю, много это или мало. Ну, в общем-то, есть такой вот чистенький, беленький. Макаронные изделия по 33 рубля. Разные всякие. Ну, я такие и люблю. И вот эти по 33 рубля. И вот эти вот спагетти. Я смотрю, вот такие вот наборчики неплохие появились. Пластмассовые. Ну, вот это вот, кстати говоря, очень хорошая лопаточка. С дырочками. Большая ложка. Половничек. И топталка для пюре. Но она вроде бы как-то такая жестковатая, если сильно на ней не применять усилия. Еще со стаканчиком. 299 стоит. Кстати, кто спрашивал у меня досочку, на которой я режу. Вот разных цветов. Доска 79 рублей стоит. Это такой формат, как у меня. Такие вот разные, разные цвета есть. И есть поменьше. 59 рублей стоит. Такого размера. Тоже разноцветные. Я смотрю, много кепочек выложили. И шляпки такие. От солнца. Кому-то на пляжик. Кепки есть и детские. Взрослые. Разные. Детские 199, цена. Взрослые 249. А шляпки 199, 249. Ну, есть подешевле такие вот кепочки разные. Панамки. Прикольно. В общем, все, что мне нужно по списку, я взяла. Кстати говоря, мороженое. Подсадила я свою соседку и ее сына на это мороженое. Вот такие вот сейчас тут цены. В общем, 39,50. Это то, что я беру на палочки. 59 рублей это стоит брикет. Там 230 грамм. Она брала брикет. Говорит, это выгоднее. Я говорю, ну, правильно. Только брикет он же без шоколада. Получается. 220 грамм. Вот. А я возьму такое мороженое. Сливочное. Так. А с миндалем нету. Ну, ладно. Так, девочки, я уже в пятерочке. Я смотрю, идет по акции мои любимые вот эти вот творожки. Мне больше всего нравится это вот этот вот с черникой. Видите, скидка здесь 50 рублей получается. Было 70 на 20 рублей скидочка. Вот. В общем, взяла вот такой. Вот этот я взяла попробовать тоже. С изысканным шоколадом. Ну, и набрала своих любимых. Это вот эти вот, в общем-то, мои любимые. Я взяла посвежее до 14 июня. Там еще до 7 июля есть. Ну, тоже классно. Классная цена. В общем, взяла разных. Ну, и тут я смотрю, активия идет по акции. В общем, возьму, наверное, вот такую. Тоже со скидочкой хорошей. Так, ну, и дошла я до колбасного отдела. Вечно вот тут встану и смотрю, какой, блин, взять колбасу. Чтобы она мне нравилась. И в то же время и цена, чтобы не заоблачная была. Короче, финская с солями, с можжевельником. Это уже проверенная. Цена, в общем, приемлемая. А вот просто сервелат финский. 269 стоит. Хотя я бы не сказала, что он там чем-то лучше. Ничем он не лучше. Так, ну, и грудинка парижская я взяла. Ну, я взяла кусочек получше. Хотя цена вот 298. Считаю, 300 рублей. Ну, дороговато уже это дело стало, удовольствие. Так, ну, вроде все я взяла. Пойду, наверное, дальше. Люблю, когда магазин пустой. Никого нет, никто не мешает. Кстати, какой-нибудь детский сок я возьму для себя. Я люблю вот какой-нибудь иногда и попить. Хотя компотик можно сварить, не знаю. Может, не для себя я сейчас возьму. Может быть, для Насти. Сейчас посмотрим, что тут хорошего. Так, я решила сок не брать. Я лучше для Насти сварю компот. Вот, у меня там что-то замороженное есть. Варенье какое-то есть. Если что, яблочки можно прикупить. Так, хлеб. Хлеб у меня есть. Что у нас тут с крупами, девочки? Вот, кстати говоря. Вот, взять, если рис обычный, например, краснодарский. А, вот круглозерный краснодарский. 67 стоит. А в фикс-прайсе чуть дороже, да, получается. Ну, у нас и подороже есть. В общем, разные цены на рис. Любой, какой хотите, выбирайте. Так, ладно. Пора на выход. Я вот все поглядываю. Последнее время на кофе. Мало того, что я не вижу того кофе, который я привыкла обычно пить, который мне нравится. Но я смотрю, конечно, цены супер. Просто, просто супер. У меня пока кофе есть. Но вот я поглядываю. Обычно я заранее всегда про запас беру. Но тут пока что я не вижу ничего такого. Вот черная карта в мягкой упаковке. 150 грамм. Ну, это ж вообще 400... 460 стоит. Но это без акции. Я хочу по акции взять. Не с кафе крема. Крема не надо. Это внизу в пакетиках. Ну, все. Вот эта маленькая баночка. Тут вообще нифиг пить. Цена 1809, 190. Это же кошмар какой-то, а? Ой, так, ладно, погнали на кассу. Все. Так, ну, что у нас тут по овощам? Картошка 69,89. Ну, там можно выбрать, в принципе, неплохая. Он в том ящике, да? А эта вот молодая, раненькая, 76,99. Ну, я смотрю, он тут крупный и уже какой-то, как-то зеленее. Зеленый. Все, девочки, я пришла домой, набрала полные руки. Ну, в общем-то, я вам все показала, в принципе, еще на полках, что я там беру, что покупаю. Вот, что я не показала, это вот на кассе Якобс Монарх по акции 499 рублей, большая банка. А Мисс Кафе Голд, большая банка по акции стоит 599, то есть на 100 рублей дороже. И Мисс Кафе Голд без акции уже стоит 999 рублей банка. Тысяча. Это ж с ума сойти. Короче, еще пятерочки я взяла немножечко орешков, грецких, фундук и миндаль. Вот эти вот они по 149, это 129 по акции. Зашла в ларек. В общем, короче говоря, клубнику я взяла по 250, но там еще есть по 450. Эта клубника, в общем, хорошая, она чуть-чуть где-то начинает уже портиться, но я ее быстро съем, для себя брала. Так, и черешня по 350, и там же есть еще черешня новая, прям одна в одну такая, по 500 рублей, но зачем мне одна в одну? По 350 вполне меня устраивает. Короче, 250-350 рублей за килограмм, это хорошая цена. В общем, побаловать себя взяла, вот так. Так, на улице сейчас в тени 27, в комнате у меня 27, но у меня тут ветерка нету, короче, надо сплит уже включать. А еще, девочки, я взяла свиные ребрышки, зашла в мясной, думаю, ну мясо дорого, а свиные ребрышки у нас стоят 269 рублей за килограмм. Вот, у меня здесь 2-320, больше 2 килограмм, и отдала я 624 рубля. В общем, ну и как раз мясник выкладывал эти ребрышки, я ему говорю, выберите мне, пожалуйста, как для себя, хорошенькие. Ну вот он что-то мне тут положил. Посмотрим, я надеюсь, ему-то все равно. Почему бы хорошему человеку не выбрать хорошее мясо? Так, ну вроде бы ничего. Я люблю, когда есть вот такие вот полосочки с жирком, потому что мясо получается сочным. Я хочу прям сейчас взять ребрышки немножечко, порежу по кусочками в морозилку, лишнее положу. И хочу прям пожарить, поесть вот как шашлычок, например, на сковородочке только. Хочу приготовить. Вот я нарезала 1 треть от этого куска. И здесь действительно очень мало косты, мало очень косточек. Так что кусок хороший мне выбрал мужчина, большое ему спасибо. В общем, посолю, поперчу, здесь все, луковицу сейчас нарежу. И все пожарю без всяких спиц или ничего не больше. Вот такой шашлычок у меня на сковородочке получился. Я уже попробовала, мягкий, вкусный. Открыла баночку вот таких солененьких огурчиков. Это вот я брала на пробу. Дядя Ваня, корнишоны по-французски. Ну, в общем, ничего, так неплохие огурчики. Хрустят. Они какие-то сладко-острые немножко. Ну, в общем, вкусные. Короче, сажусь кушать, девчата, наслаждаться жизнью. Все, девочки, мясо я поела очень вкусное, удачное получилось. Попробовала черешенку, вкусная черешенка. Все, пойду смотреть телевизор и хрумкать черешню. Доброе утро, девочки мои. Проснулась. От того, что птички щебечут. Да так стараются, так стараются. Ёлки-палки. А время сейчас без 15.05. Ну, они вот где-то в деревьях сидят. Конечно, их не видно. Вот такой вот рассвет. Ну, я теперь понимаю, почему я встаю. В 5 часов, в 4 часа встаю. Обычно. Летом. Летом. Потому что птички очень сильно тут стараются поют. Так, надо окошко закрыть. Потому что с этого дерева очень сильно летит пух. Сейчас ветерочек немножко разыгрался. А у меня сетка на окне есть. Вот на этом. А на этом нету. Без 15.05 утра. На улице плюс 22 градуса. А я с плюс открытым окном. А в комнате у меня 27. 27 это много. Так, сейчас небольшой сквознячок устроим. Проветрим сейчас комнату. Пока я тут сижу с утра. Кофе пью. Решила сделать умывалку себе. Эта умывалка мне очень нравится. Я люблю Сеул. Эта вот. Хорошая такая умывалочка. Лицо так и просит. Так и просит. Такое ощущение после нее хорошее остается. Думаю, поболтаю пока я тут с утра. Проснулась уже. Ни свет, ни заря. Днем буду досыпать, наверное. В общем, девочки, с 1 июня. Поздравляю всех. С наступлением лета календарного. У нас уже жара. Посмотрела я вчера прогноз погоды. На этой неделе у нас выше 30-33. Местами до 37 даже. А ночью 20-22 градуса. Но сегодня было 22 градуса ночи. В общем, короче говоря, ночью только комфортная погода. Вообще, на самом деле, такая погода у нас обычно начинается, ну, не с начала июня. Июнь обычно у нас такой еще более-менее терпимый. Ну, вроде на следующей неделе чуть ниже 30, там до 28, по-моему, где-то. Даже до 26, кажется, будет где-то. Ну, ночи теплые уже все. Дождей не ожидается. Кстати, по осадкам сказали, что осадки ниже нормы, температура выше нормы. Ну, это на весь июнь такой прогноз в Ростове дали. В общем, будет, июнь будет жарким и сухим преобладающим. Но вот этот пух на деревьях, который висит гроздьями, его сможет сбить уже так нормальненько. Это только дождь хороший должен пройти, чтобы его сбить. Потому что пуха летит много очень. Вот. Так что вот такая у нас погодка. Какая у вас погода, пишите. У кого, где. Только вы пишите город какой. А то кто-то пишет, вот у нас тоже там жарко. Кто-то пишет, у нас холодно. Но не пишет, где. Вот. Хотелось бы знать, как у вас с погодой. Так. Все. Нанесла. Сейчас пойду умываться. Привожу себя с утра уже в порядок. Я вчера, как пришла, сплит включила и больше никуда не высовывалась. Ну, лежала, смотрела там. То ролики посмотрю, то телевизор. В общем, так. Для общей информации. Какой-то фильм посмотрела. Опять уже не помню какой. Ну, значит, ерунду. Так себе. Если я фильм тут же забыла, значит, уже так себе фильм. Это так, для разнообразия. Так. Все. Пошла умываться. Ну, вот. Привела себя в порядочек. Все. Лицо теперь гладенькое. Классненькое такое. Все. Так. Ну, что, девчата? Чем сегодня заниматься-то я буду? Вот. Я так думаю, думаю. Кушать я готовить сегодня не буду. Потому что у меня еще мясо есть. Очень, кстати, вкусное мясо получилось. Такое мягкое. Прямо вот. Жуется легко. И очень вкусное. Вот. Так что мясо у меня еще есть. На сегодня супчик у меня есть. Фрукты у меня есть. Клубника сладкая-присладкая. Черешня вкусная. Но, которая по 500 было бы, наверное, вкуснее. Здесь черешенка, здесь она в перемешку еще немножко недозрелая. И зрелая, в общем. Та, которая не совсем дозрелая, она еще не такая сладкая. Но, все равно цена-качество, как говорится. Черешенку с удовольствием вчера похрумкала. Вот. И чем заниматься сегодня я буду? А, я же, кстати, вчера выходила на улицу. Девчата уже в летнем совсем. Надела свою блузку вот эту светлую, короче, легкую. Бриджики, сандалики. В общем, кайф. Так что сегодня, наверное, я поищу что-нибудь еще из летнего. Достаю поближе летнее. То, которое не летнее, уберу подальше. Что еще надо мне? А, ну, вот, постираю что-нибудь сегодня, короче. Джинсы надо постирать. В общем, буду хлопотать по дому. Особо ничего делать не собираюсь. Мне снимать сегодня больше нечего. В ближайшее время тоже планов никаких. Поэтому я такое вот коротенькое видео для вас сняла. И, в общем, на этом хочу я его и завершить, закончить. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Ставьте лайки, кому видео понравилось. Ну, и подписывайтесь, кто хочет подписаться. Все, девчата, на этом я прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok